Распространение коронавирусной инфекции сильно повлияло на обычный уклад жизни. С учетом карантинных мероприятий, предприятиям, организациям, магазинам, учреждениям в социальной сфере приходится менять привычный стиль работы. Изменения не обошли стороной и систему образования. С 13 апреля, согласно постановлению губернатора Кубани, все школы региона перешли на дистанционный формат обучения. Я очень рада вас сегодня видеть на дистанционном уроке русского языка. Мне очень приятно, что вы все подсоединились, что у нас это получилось в очередной раз. И мы с вами сегодня проведем русский язык, и у нас будет новая тема – междонетие. Вот так в режиме видеосвязи сегодня проходят многие уроки. В первые дни, конечно, были сложности. Плавающее расписание, отсутствие технических возможностей, проблемы с интернетом, не понимание, куда отправлять выполненные домашние задания. Но сейчас ситуация выравнивается. Участники образовательного процесса включились в новый вид работы и даже отмечают его положительные стороны. Этот процесс очень интересный, потому что ребята узнали много новых платформ. Они узнали много интересных заданий, они узнали разные формы обучения. Но есть, конечно, некоторые минусы. Минусы заключаются в том, что не у всех есть возможность выйти, во-первых, в интернет. Иногда бывает сбой при дистанционных уроках, что загружается или микрофон, или камера. И за счет этого, конечно же, кто-то кого-то не слышит. Но, в принципе, мы стараемся работать полноценно, потому что после дистанционных уроков те, кто не услышал что-то где-то, мы прикрепляем наши файлы к платформах. Работаем мы на решу.аг, работаем мы и на дискорде, и на я-классе. Мы тоже работаем, но в зависимости от звена детей. То есть мы прикрепляем им файлы, также отправляем, даем домашние задания. Но при этом, конечно же, мы не исключаем учебники. В любом случае, по учебникам мы тоже работаем и также даем деткам задания. С детьми, у которых нет технической возможности принимать участие в видеоуроках, учителя связываются по телефону, разъясняют материал, дают задания, находят другие способы обучения. Работать педагогом, как и врачам, сейчас приходится практически круглосуточно. И здесь важна помощь и поддержка родителей. Время непростое для всех, и нужно максимально помогать друг другу, набраться терпения и понимания сложившейся ситуации. Для нас это все ново, необычно. Были сложности, были непонятные действия. Но очень большая благодарность учителям. Все это безболезненно, мы вошли в этот режим. Постепенно все освоились. Дети вообще быстрее все это влились в эту жизнь новую. Не хватает, конечно, общения настоящего, но что такое, раз такая обстановка. Что происходит, будем учиться по-новому. Дистанционное обучение – это новый формат работы, продиктованный условиями карантина. Но прежде чем приступить к занятиям, в школах района были проработаны все возможные варианты осуществления образовательного процесса. И в ходе уже начавшихся занятий этот процесс стараются постоянно совершенствовать, чтобы сделать максимально понятным и простым и облегчить нагрузку для учителей, школьников и родителей. Перед тем, как перейти на дистанционный формат работы, будем так говорить, каждая школа промониторила свои возможности. Возможности учащихся, наличие интернета, наличие технических средств. То есть, соответственно, для того, чтобы перейти на эту форму, есть определенные пожелания, что должно быть. В итоге школы к единой модели мы не пришли. У нас работают смешанные модели. Смешанная модель, которая предполагает работу каждого образовательного учреждения с учетом той технической возможности, которую имеют родители, обучающиеся, соответственно, и педагоги. Проблемы, конечно же, есть. Но управление образованием совместно с директорским корпусом, естественно, при поддержке родителей, готовы совершенствовать работу, готовы идти вперед. И чтобы действительно эта новая форма работы с нашими учащимися, ну, наверное, стала вполне достойным дополнением того, что было до 13 апреля. Дистанционное обучение проводится и в учреждениях дополнительного образования. Ребята, занимающиеся в кружках и секциях разной направленности, также получают задания от своих педагогов, связываются с ними по видеосвязи, постоянно общаются и обмениваются информацией. В изобразительной студии «Семицветик» отделения развития творчества «Жарптица» дистанционно обучаются более 40 ребят. Под руководством педагога они выполняют работы, участвуют в творческих конкурсах. На них мне присылают самое начало работы, то есть самый набросок. Я могу сказать, что куда передвинуть, почему передвинуть. То есть я работаю индивидуально с каждым. Чтобы занятизовать деток, мы еще организовали в Инстаграме свой детский марафон. Подключили даже спонсоров. Отозвались тоже, к сожалению, не все, но тем не менее отозвались. И у нас будут призы. Тема у нас тоже весеннее, весеннее настроение. Детки с удовольствием взялись. Даже из других городов подключились к нам. Поэтому посмотрим результаты. Я пока ничего не могу сказать. Но наши детки тоже, получается, участники этого марафона. Дистанционное обучение продлится пока до 30 апреля. Как будет дальше работать система образования, определит руководство края. По основным учебным предметам будут выставляться оценки в электронный журнал. По физкультуре, музыке, рисованию и ряду других предметов будет работать система зачет-незачет. Детские сады временно не работают до 30 апреля. Если у родителей, школьников и студентов возникли проблемы с дистанционным обучением, они могут сообщить о них в управлении образования. Телефон горячей линии 8-918-4-5-5-3 или Краевое министерство образования 8-918-484-60-12 8-918-443-95-68 8-861-298-26-12 8-918-46-12